Это, скажем, такое... Нет, не истечение обстоятельств. И даже, наверное, не то, что Алексей Кириллович мой крёстный, это человек, который взял меня за руку и позволил сделать шаг в кино. Мой дебют в картине «Отряд». Ну, просто когда пришла идея о том, чтобы сделать на сцене современника прозу Симонова, читать её, я не мог мне позвонить и его просить помощи. А потом эта помощь превратилась в участие, чему мы невероятно рады. И совершенно мой крёстный несоответственно своему возрасту работает на съёмочной площадке в качестве актёра, ведущего, соавтора и автора. Ну, когда ребёнок просит помощи, крёстный отец должен помогать. Тут деваться некуда, вопроса не возникало. Я утверждаю, что Симоновская проза на сценах театра звучит, ну, во всяком случае, уж сейчас-то точно звучит интереснее, чем его драматургия. Его пьесы, в общем, ушли, а проза осталась. Она действует, она в походе, в бою, как угодно можно рассматривать. Эту прозу можно играть и сегодня. И тогда мне Серёжка сказал, что вы ставите, значит, прозу его. Я стал придумывать, какие куски, причём он мне примерно объяснил, значит, задачу, и я стал искать какие-то куски, и что-то из этого даже вошло, в общем, в итоговую композицию. Ну и слава богу. А дальше начался коронавирус, и, соответственно, появилась возможность снимать это на телевидении. А снимать это на телевидении надо каким-то образом объединять, поскольку это не гастрольное. И Серёга попросил, чтобы я попытался это соединить. Вот так я, значит, стал писать подводки. А подводки писать, к собственному папаше, довольно трудное занятие, потому что хочется, в общем, быть не банальным, а с другой стороны надо быть кратким и по возможности содержательным. Всё это вместе. Я, в общем, довольно долго мучился с этими текстами, хотя ничего выдающегося точно не написал, но, по крайней мере, не написал особых банальностей. Я должен сказать, что, по-моему, тексты, в общем, повышают градус напряжения, и зрители, во всяком случае, не проходят бесследно. Ну и слава Богу. Вот, собственно говоря, и всё. И слава Богу, что это так проучилось, и дай Бог, чтобы оно вышло. Замечательно, что в этой жизни бывают такие моменты. Посмотрите, молодость ваша начиналась на этой территории. Прошло много-много лет, очень много лет. 60. 60 лет – целая жизнь современника, и это ещё раз подтверждает и все наши лучшие традиции, и название наше. Спасибо огромное, и верю в то, что не в последний раз.